Вот это моя квартира, они небольшие, 13,1 и 9,8. Кто отключил в доме газ и электричество, Наталья не знает. Ночевала при свечах и согревалась с чаем из термоса. Это термос мамин. Вчера она мне вечером налила кипяток. Семья теперь ищет съемную квартиру. Наталья охраняет нажитая за 30 лет. Теперь она живет в трехэтажном доме совсем одна. Соседей, а это 23 квартиры, уже расселили. Этому зданию 123 года. Когда-то здесь была церковно-приходская школа. Но в советские времена сюда заселили людей. Сейчас дом хотят отреставрировать и включить его в комплекс Казанского Богородицкого мужского монастыря. Здание объект культурного наследия, но ни разу не видела капремонта. В 2009 году его признали аварийным. Жильцов начали переселять и по решению суда расторгать договоры социального найма. Но семья Максимовых на условия переезда не соглашается. Исполком предлагает им квартиру в Салават-Купере, даже больше площади. Но однокомнатную. Пять человек семья здесь мы жили. Сейчас вот две моих дочери, семья старшей дочери. Поэтому для нас важно, чтобы у нас было, пусть маленькие, небольшие, но две. Две комнаты было. Как объясняют юристы, если бы семья была собственником помещения, исполком выплатил бы компенсацию. Но жилье муниципальное и непригодно для проживания. А значит, город вправе расторгнуть договор социального найма. Предоставляемое жилье по жилищному кодексу должно быть равнозначным только по площади. Там ограничение только идет по минимальным размерам площадей и по местонахождению в пределах одного муниципального образования. То есть тут ограничения только такие. Что касается количества комнат и так далее, таких, скажем так, указаний в законодательстве отсутствуют. То есть все привязано именно к площади, а не к количеству комнат. В принципе, если площадь большая позволяет, никто не запрещает в последующем сделать перепланировку. Наталья не теряет надежды. Подала касационную жалобу Верховной суд Республики. Хотя независимые юристы в данной ситуации считают лучше синиться в руке. Анна Городнова, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова